Это видео записано для сайта Экзегет. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 4 главы книги Деяний. В стихах с 1 по 3 описан арест святых апостолов. Поводом к этому аресту послужила именно проповедь, дерзновенная проповедь апостола Петра в притворе Соломоновым, о которой мы с вами читали в 3 главе. Интересно то, что благодаря описанной здесь негативной реакции суддукеев и их единомышленников на проповедь апостола Петра, мы парадоксальным образом узнаем о недошедших до нас фрагментах этой проповеди. Мы должны понимать, что проповеди апостола в книге Деяний, хотя и являются воспроизведением их прямой речи, тем не менее иногда представлены в конспективном виде. Но что мы читаем в первых стихах 4 главы? «Приступили священники, начальники и стражи при храме Саддукея, досадая на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых». Но если мы внимательно перечитаем проповедь апостола Петра в притворе Соломоновым, то мы, конечно же, увидим там проповедь о воскресении Иисуса Христа. Но проповедь о воскресении мертвых в Иисусе, то есть или силы Иисуса, то есть учение о всеобщем воскресении всех людей, мы формально в этой проповеди найти не сможем. И вот интересно, что то, что не было дописано в предыдущей главе, тем не менее содержание этой проповеди доносится для нас опостредовано в виде реакции оппонентов апостолов. Поэтому эта ситуация показывает, насколько нужно внимательно читать священный текст, и что даже там, где мы, в общем-то, читаем, может быть, о людях, которые отнюдь не относились к апостолам симпатии, мы и здесь, оказывается, можем почерпнуть для себя много нового и интересного. И вот апостолы были арестованы, тем не менее, тем не менее, в этот день проповедническая деятельность апостола Петра, она привлекла к церкви, как здесь написано, около пяти тысяч человек. Следующий эпизод четвертой главы, этой стихи 5-22, описывает заседание Синедриона, то есть суда, на котором присутствовали апостолы. Здесь описана речь апостола Павла на этом суде и решение Синедриона в отношении святых апостолов. Кто же председательствовал на этом суде? Анна-первосвященник, Каяфа, Иоанн и Александр. Эти имена нам знакомы по четвероевангелию. Это те же люди, которые участвовали в осуждении Иисуса Христа. Анна названа здесь первосвященником, хотя мы должны понимать, что первосвященниками назывались не только избранные на данный год первосвященники, но и члены Синедриона, когда-либо бывшие первосвященники. Вот можно здесь даже сослаться на определенную статистику, что из 22 первосвященников римского периода 8 были из семьи Анны. То есть мы видим, что здесь неприязнь христианства, она, конечно же, имела такой еще корпоративный оттенок, как отстаивание своих интересов, причем не всегда интересов именно духовных или религиозных. И, конечно же, апостол Петр смело отвечает на обвинение Синедриона, на их вопрос, а по какому праву, какой властью, какой силой и каким именем вы это сделали? Деписатель Лука особенно подчеркивает, что Петр говорил, вдохновляясь действием Духа Святого. Если от нас требует ответа, то вот он, как же был человек исцелен, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен этот человек перед вами здрав. Давайте немножечко обратимся назад и вспомним, как вел себя апостол Петр во время ареста Христа. Как апостолы боялись и сидели в заперти в своем доме, боясь гонения со стороны иудеев. А здесь апостол Петр стоит перед первосвященниками и, обращаясь к ним, он говорит, вы убили этого человека. Мы видим, какая удивительная перемена произошла с апостолом Петром после сошествия Духа Святого, после Дня Пятидесятницы. Он уже ничего не боится. Если когда-то он испугался рабыни-первосвященника, здесь он не боится уже его самого. Он приводит пророчество Псалма о Христе, которое, впрочем, мы уже слышали от самого Христа. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла». Это цитата из Псалма 117. А вот на вопрос, каким именем вы это сделали, апостол Петр отвечает, «Нет другого имени под небом, то есть кроме имени Иисуса Христа, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Спасительное и святое имя Христова, оно совершило это чудо. И понятно, что апостол Петр здесь имеет в виду, что нет, это не наша сила и не наше благочестие совершили то, что произошло. И вот интересно, как деписатель Лука описывает внутренние размышления первосвященников. С одной стороны, они видят, что они смелые, но с другой стороны, люди не книжные и простые. Между тем, они удивлялись и узнавали их, что это были те, кто ходил с Иисусом. Да, они вспоминали, вот, очевидно, их лица, и казнив Иисуса, они, может быть, и думать уже забыли о Христе и о его приверженцах, его учениках, и тут неожиданно, приведя этих смутьянов в суд, они узнают вот этих некогда дрожащих и боящихся, и разбегающихся во время беды учеников Христа. И видят, что это совсем уже другие люди. «Видя же исцеленного человека, они ничего не могли сказать вопреки». Смотрите, мы не один раз наблюдаем вот это удивительное внутреннее раздвоение этих людей. Мы помним, что когда эти первосвященники узнали о воскрешении Лазаря, каково было решение Синедриона – убить Христа и Лазаря. Здесь они видят, что исцелен человек, не могут это отрицать и, тем не менее, противиться апостолам. Мы видим здесь, с их стороны, грех сознательного противления истине. Да, очень часто богоборчество бывает именно таким. Человек не может не отрицать очевидности божественного чуда, но, тем не менее, сознательно противостоит ему. Как эти люди когда-то противостояли Христу, несмотря на все его чудеса, они же точно так же подражают себя вести в отношении апостолов. И чего они боятся? Чтобы не разгласилось это в народе. С угрозой давайте им запретим, чтобы они не говорили об ибине этом никому из людей. Они позвали, пригрозили, но ответ апостола Петра опять-таки такой же смелый. Судите, справедливо ли перед Богом, слушавшись вас, больше, чем Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы помним, как Христос называет апостолов своими свидетелями. Вот оно свидетельство. Не могу не говорить о том, чему был свидетелем. Не могу не говорить о воскресении Христа. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности их наказать по причине народа. Потому что все прославляли Бога за произошедшее. Ибо больше сорока лет было тому человеку, который получил исцеление. Но здесь упоминание о возрасте не случайно. Не только потому, что, может быть, человеку-взрослому сложнее исцелиться от многолетней болезни. А смысл этих слов именно в том, что множество людей из года в год, посещая храм, а кто-то уже успел побыть и ребенком, и молодым человеком, кто-то уже успел состариться за эти годы. И все они имели возможность видеть, что этот хромой постоянно сидит и просит милости. И тут он вдруг оказывается здоровым. Апостолы возвращаются обратно в христианскую общину. Это событие описано в 4 главе стихи 23-31. Они возвращаются и вместе со всей христианской общиной молятся Богу о произошедшем. И вот содержание этой молитвы, оно очень интересно. «Апостолы рассказали все, что с ними произошло, и все встали на молитву. Владыка Божия, сотворивший небо и землю, море и все, что в них. Ты устами отца нашего Давида Рабатву сказал духом святым». И дальше идет цитата из 2-го псалма. «Что метутся язычники, и народы замышляют тщетное, восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его». Вот в этих словах мы видим пророчество Ветхого Завета о страданиях Христа. И самое главное о том, что эти страдания будут причинены Христу именно людьми. «Поистине собрались в этом городе на святого Твоего Сына Иисуса, помазанного Тобой, ирод по антипелаций язычниками». И вот интересно, что даже перечисляя своих гонителей по именам в этой молитве, о чем они просят. «Ныне возри на их угрозы, и дай рабам Твоим». И дальше мы не видим призывов, чтобы Господь их покарал. Мы не видим никакой ненависти в этих словах, нежелания мести, нежелания наслать какие-то божественные кары на вот этих людей. Нет. Что? Дай нам со смелостью говорить Твое слово, когда Ты простираешь руку Твою на исцеление и соделание знамений и чудес. Более того, они даже не просят избавить их от гонений. Они только просят силу перенести эти гонения с дерзновением и смелостью проповедовать, несмотря на внешние обстоятельства. Вот это удивительное богословие христианской проповеди и, можно сказать, богословие христианского мученчества, которое открыто в этой молитве. Нет, не кары мы просим гонителям, и не мирную и спокойную жизнь, а внутреннюю благодать и смелость оставаться такими, какие мы есть. И вот как ответ на эту молитву Господь совершает чудо. Место, на котором молились христиане, поколебалось, и все исполнились Духа Святого. Следующий эпизод, 4 глава стихи 32-37, описывает жизнь первохристианской церкви. И тут у нас, конечно, возникает вопрос. Описание, которое мы видим в конце 4 главы, в своих основных чертах очень похоже на подобное же описание жизни первых христиан в конце 2 главы. Можно даже рассматривать это как, в общем-то, вариант повторения одной и той же темы. И, конечно, мы не можем не задаться вопросом, а почему, зачем вот именно сейчас, где писатель Лука решил рассказать о жизни первохристианской общины, вновь напомнить, в общем-то, известные нам вещи, какие-то же известные вещи, что у всех было одно сердце, одна душа, никто из имения своего ничего не называл своим, все у них было общее, апостолы свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, великая благодать на всех, не было между ними нуждающегося, все свои владения продавали, приносили цену проданного к апостолам, и что справедливо распределялось между всеми. Да, в общем-то, с некоторыми деталями, но это очень похоже уже на то, что мы читали до этого. Но композиционно это очень важно, поскольку арест апостолов, это их первый арест, это первое гонение после воскресения Христова и после Пятидесятницы. И самой композиции рассказа, где писатель как бы хочет нам сказать, вот смотрите, христиане жили благодатной жизнью, жили в любви друг к другу и в щедрости друг к другу, они все делили между собой, происходит гонение, то есть это первое потрясение. Но ничего не меняется, ведь обычно в трудные времена человек начинает, как говорится, грести под себя, думать о себе прежде всего. А где писатель показывает, смотрите, произошли первые гонения, но христиане как были в любви, так и остались, как делились друг с другом, так продолжали это делать дальше. Таким образом, вот эти внешние обстоятельства никак не поколебали внутреннего духовного состояния первых христиан. И действительно, то, о чем они молились, а именно дая нам и дальше, с дерзновением продолжать делать все, что мы делали до этого, ответ на эту молитву есть. Действительно, внутренне они остались непоколебимыми, пребывая в мире и любви, и в благодати, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Продолжение следует...